Релиз подготовлен специально для сайта Reaper.am. Да-да! Я помню, как я оказался в бизнесе. Была очень такая конкретная ситуация. Сидел в читалке на 23-м этаже на мехмате, к сессии готовился. Понял, что всё уже. Больше, наверное, так продолжаться не может. В Китае 17.30. Рабочий день на гонконгской фондовой бирже закончен. Акции с торговым кодом 486 за сегодня немного подросли. 486 – это «Русал» – первая российская компания, вышедшая на азиатский фондовый рынок. На гонконгской бирже «Русал» с января этого года. Продажа 10% акций принесла компании 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Успех на азиатском рынке помог существенно уменьшить долг «Русала» с 16 до 12 миллиардов долларов. Вас не погребёт эта сумма, как пророчат многие ваши конкуренты? Пророчили. Сейчас что-то замолчали. Нет, ну, говорят по-прежнему, что в «Дерипаске» долгов больше, чем у кого бы то ни было. Ну, и бизнес гораздо более эффективный, чем у кого бы то ни было. Бизнес «Дерипаске» – это более 100 направлений в 16 странах мира на пяти континентах. В России это 49 только градообразующих предприятий и более 300 тысяч человек. Основа могущества группы – алюминий. С него всё началось, и он продолжает быть главным активом. Все заводы, связанные с производством алюминия и фольги, объединены в компанию «Русал». Она крупнейший производитель алюминия в мире. «Дерипаске» принадлежит 47% акций. Деньги, заработанные на производстве алюминия, вкладывали в развитие. Так были приобретены активы в энергетике, авто- и авиастроении, медийном бизнесе, страховании, строительстве. В общем, какую отрасль ни возьми, почти везде есть «Дерипаска». Всеми принадлежащими ему активами управляет компания «Базовый элемент» или «Базл». Его недруги, когда грянул кризис, стали потирать руки. Такое количество предприятий неизбежно должно было потянуть владельца на дно. Ведь для приобретения и развития бизнеса брали кредиты. А долги в кризис – это и есть самое опасное. Я вообще не представляю, как компанию можно развивать, не беря деньги в кредит, чтобы построить новое предприятие, чтобы купить производителя сырья, чтобы обеспечить, допустим, какие-то логистические возможности. Мне кажется, важен не сам процесс. Брались кредиты до кризиса, а важен результат. То, что компания была отстроена таким образом, в том числе и на кредитные деньги, что она смогла уменьшить свои расходы в момент кризиса, стать опять в кратчайшие сроки конкурентоспособной. И какие бы ни были высказания кредитам о том, что «Русал» был банкротом в начале 2009 года, компания ничего не стоит. Компания, на секундочку, была цена больше, чем 20 миллиардов долларов. Мы смогли привлечь 2 миллиарда долларов. Это как раз и есть оценка инвесторов. Саяногорский алюминиевый завод. Именно отсюда в 1994 начинался «Русал», когда главный акционер САЗа стал его генеральным директором. Теперь история повторилась. Дерипаска снова возглавил «Русал». Он лично управляет производством и решает проблемы с кредиторами. Чувствовал себя как доктор с пациентами, который их успокаивает. Вы с ними как доктор? То есть вы им должны, и вы с ними как доктор? Правильно, паника же у них. А вот можно просто в качестве короткого мастер-класса, вот если предположить, что... Это, конечно, сложно предположить, но все-таки вы мне должны. И я начинаю подозревать, что вы мне не отдадите. Вы какие аргументы мне приводите? Что вы говорите? Компания представляет отчетность. У каждого банка, крупного кредитора, есть модель. Он понимает, что при таком падении спроса, то есть когда-то, ну, соответственно, цены, объемы, то есть когда у компании будут проблемы с ликвидностью. Безусловно, она в срок не сможет обслуживать кредиты. И как выглядит это волнение? Вам лично звонят или вам присылают имейл? Этот процесс делали сами, так сказать. Мы практически сразу. Мы же модель считаем быстрее. То есть у нас прогнозирование быстрее, чем у банка идет. Ну вот какие аргументы вы приводили? Если нужны аргументы. Весь мир был в такой ситуации. Какой может быть аргумент? Чтобы не было падения на нефть, на медь, на никель. Нет, это понятно, что весь мир в такой ситуации. Я подозреваю, что вы лично мне не отдадите. Вот вы же как-то, наверное, использовали какие-то, не знаю, личные таланты, убеждения. Здесь ничего личного. В тот момент не было. В такой ситуации были практически все компании. В кризис одним из крупнейших кредиторов «Русала» стало государство, которое в лице Веба предоставило кредит в размере 4,5 миллиардов долларов, что позволило сохранить пакет акций Норникеля и через год выйти на биржу сюда, в Гонконг. Вечер после торгов. Чай, крыша небоскреба. Безусловно, мы с ним координировали. Безусловно, мы получили достаточно крупный кредит. Подчеркиваю, кредит. Здесь уже как-то звучало, да, он не был бесплатный. Мы суммарно заплатили почти 600 миллионов долларов. Я считаю, неплохое размещение средств Центрального банка. То есть это, в общем, было на самом деле коммерческое вложение, не так, что просто вам взяли и помогли, да? Ну, а сейчас помочь можно только из бюджета, если это прописано строкой в федеральном бюджете. Я вообще-то не слышал о такой помощи. А это, ну да, кредит. Вы какие выводы сделали глобально, если говорить, из кризиса? Вот вы как-то какой-то зарок себе сделали, вот этого делать не стоит на будущее. Я понял, что нужно гораздо глубже, работать с трудовыми коллективами. Потому что, в принципе, основной, скажем так, удар пришелся на них. Вот оно, сближение с коллективом. Оператор объясняет генеральному директору, то-то и то-то мы решили поменять, чтобы работа стала легче и быстрее. Ну, оператор изменил, так сказать, методику соединения с электродвигателем. Да, ему стало гораздо проще. Так называемая удочка была введена. Сделали несколько поставок для того, чтобы ему было удобнее, так сказать, наблюдать за показаниями весов. А это кто предлагает? Это сами рабочие предлагают? Да, мастер рабочий. Вот вы знаете, я на многих заводах снимал, каску только у вас попросили надеть. Объяснили, что вы очень серьезно к этому относитесь. Безопасность, условия, труда, экология. Это приоритет. Мы здесь не будем одевать респиратор, но в принципе, чтобы вы понимали, что в цехах, где идет электролизм, необходимо находиться у респиратора. А где, кстати, перчатки? А где перчатки? Про перчатки вообще речи не будет. Да. Вера, дайте журналисту перчатки. Температура только что отлитой чужки, так называют слиток алюминия, 500 градусов. Производство по определению опасное. Но заставить рабочих ходить в специальных костюмах оказалось делом непростым. САС построен еще в советское время, и то, что называют менталитетом рабочих, было из той же эпохи. С ее пережитками новый владелец боролся беспощадно. Выход на работу без каски или очков – штраф. Выпивка – вообще серьезное ЧП. Сразу увольнение. В итоге этой борьбы с пережитками штат сотрудников сократился почти вдвое, а производительность выросла в шесть раз. Стоящий рядом с САЗом Саинал, завод по производству фольги, тоже был полностью модернизирован. Теперь для всей России тут делают обертки для конфет, крышки к йогуртам, контейнеры для бортпитания. В общем, все, что содержит фольгу. Степенно обучили. Сейчас к нам уже ездят учиться. Приезжали и индусы, и армяне. Все, ну, со всего мира ездят. Рядом с САЗом и Саиналом в 2007-м заработал новый завод. ХАЗ, хакасский алюминиевый, был построен с нуля, а вернее, с 750 миллионов долларов инвестиций. Заводу всего три года, а он почти окупился. Заходишь, и первое впечатление – людей почти нет. Большую часть работы делают автоматы. Это наша собственная технология. Здесь все процессы, все основные решения технологические были, в общем-то, обдуманы и реализованными работниками нашей компании «Русалов». Сейчас, когда мы смотрим вокруг, мы понимаем, что здесь потери, здесь можно сделать было с большей выгодностью. Спактически нужно понимать, что в мире только мы, китайцы, можем эффективно строить сейчас алюминиевые заводы. Все остальные потеряли эту практику и опыту. У Дерипаски в алюминии 18 лет практики и опыта. Впервые на САЗе он оказался в 92-м. В то время работал брокером на товарно-сырьевой бирже и понял, что алюминий – это будущее. За несколько лет скупил контрольный пакет акций завода, но в отличие от многих других предпринимателей, решил, что САЗ будет не просто выгодной покупкой, а делом всей жизни, которое нужно защищать от бандитов, инфляции и красных директоров. Один знакомый, тоже выпускник физфака, как и вы, сказал, что вот он помнит себя выпускником, и он тогда даже не очень еще думал, что он начнет с девушками встречаться, уж тем более станет гендиректором. Вы как-то рано поняли, что вот вы в этом плане отличаетесь от сверстников? После армии. А что такое после армии? В армии-то все проявляется. Выходим? Он отслужил два года сержантом в ракетных войсках стратегического назначения. Система уже начинала разваливаться, и профессиональных офицеров мало заботила ситуация в частях. Как защищать родину, солдатов учил как раз сержантский состав. Тогда-то Дерипаска и усвоил азы управления большим коллективом. А вы помните, как вы первый раз оказались на этом заводе? Да. Какие были ваши впечатления? Что вы подумали, увидев все это впервые? Завод. Молодой, современный завод. По отношению со всеми другими, которые я видел до этого. А у вас был какой-то вот мандраж? Вы молодой человек были, огромный завод. Безусловно. То есть это было непростое решение для меня. Но с другой стороны, понимаешь, когда ты месяцами видишь, что ничего не происходит, когда ты видишь, что могли бы сделать такие-то улучшения, тем более в тот момент завод практически был в таком забастовочном режиме, зарплата не уплачивалась. Углубившись в воспоминания, Олег Дерипаска специально для нас просит открыть старое заводоуправление. Сюда никто не заходил уже несколько лет. Отдыха было. Приемная. Кабинет директора, которому тогда, в 94-м, пришлось объяснять, что он лишний, на третьем этаже. Мы с ним поговорили. Мы говорили, что он назначил своего заместителя коммерческого директора. В общем-то, он и должен был стать директором завода. Просто за 3 дня до собрания ко мне пришел один из работников милиции. В общем-то, я объяснил ситуацию, что после того, как человек будет назначен, на него будет оказано серьезное давление со стороны вот этой вот группировки преступной. И существует риск, что человек просто не справится, сдастся. Если бы это позволить не мог, этот момент просто принять решение, которое было мне доступно саму стать директором. На заводе, который возглавил Дерипаска, тогда, в начале 90-х, хозяйничали бандиты. Милиция с ними и не пыталась бороться. Когда Дерипаска пришел в Саеногорское УВД, на него сперва поглядели с сочувствием. Но новый хозяин нашел сильные доводы и серьезные стимулы. А главное, убедил всех, что пришел он всерьез и надолго. Вскоре и милиция всерьез взялась за бандитов. Хотя они, конечно, долго сопротивлялись и все пытались забить директору стрелку. Федор Коробейников в те дни был заместителем директора по безопасности. Встречались в степи. Они боялись, что я буду записывать их разговор. Встреча проходила в тапочках и в плавках. Вот так было. Что это за история, когда вы в плавках и шлепанцах встречались в степи с бандитами и о чем-то с ними разговаривали? Для частного просмотра. Не хотите рассказывать? Ну, а что вам там интересно? Понимаете, в день, наверное, было неправильное представление. Молодой парень. Я сам с Кавказа, хоть и с Северного. Неправильно воспринимали. Я все-таки армию прошел. Детство у меня было не самое легкое. Поэтому мне вот эти вот разговоры с бандитами. Предводителем хакасских бандитов в то время был некий Татаренков. Он настолько опешил от уверенности нового директора, что пригрозил взорвать линию электропередач. А обесточенный САС это не просто остановка, это коллапс производства. Такая непростая здесь технология. Но платить бандитам Дерипаска все равно не стал. Несмотря на звонки с угрозами и покушение на коммерческого директора. А на вас лично были покушения тогда? Наверное, попытки были какие-то. Так-то ничего не было. Определенного, кроме угроз, каких-то действий, которые со стороны могли восприниматься. Вы вообще страха не чувствовали? Чего бояться жить? Умирать бояться? В общем, так жила вся страна. То есть это был сложный период. Нужно было жить жизнью страны. В этих комнатах, когда САС был на грани краха, Дерипаска и его команда работали круглосуточно. Но не во всем, убежден Дерипаска, тогда было хуже, чем теперь. Там вспомнить те годы, что практически республика руководила человек 25. Ну, я имею в виду, основными предприятиями, городами. То есть это компетентные люди, на которых ты всегда мог положиться. То есть мы всегда общались между собой. Правительский корпус. А сейчас строго прошло времени, а компетентных людей уменьшилось. Это регресс? Ну, просто вот такая ситуация в стране. Мы об этом не задумываемся. Но техноструктура стареет не только того, что вешают основные фонды. Канализация, сети, электростанции. Но люди уходят. Людей новых, компетентных. То есть да, там их бывает так, что место занято, но человек в состоянии решит сложные задачи. А для тех компетентных советских спецов 90-е оказались порой чрезмерным испытанием. Ведь капитализм пришел на завод не с Дерипаской, а гораздо раньше. И доставшаяся ему собственность была чьей угодно, но только ненародной. Я говорю не о простых людях, я говорю о руководителях. Все-таки в тот момент, помнишь, сменилась парадигма. То есть у них были главки, министерства, так сказать, планирования. И раз они в определенный момент их отсекли, и они остались формально управляющими акционерных обществ. И за 2-3 года они все сошли с катушек. Все поняли, что гораздо проще, так сказать, продавать по сниженным ценам, покупать по завышенным ценам и так далее. И здесь вот и началось. То есть вы сожалеете о том сценарии, по которому Советский Союз развалился? Мы могли бы сделать переход с меньшими потерями и иметь сейчас более развитую экономику и более высокие темпы роста. А лично вы, если бы могли вернуться в начало 90-х, вы бы многое сделали по-другому? Можно было бы что-то изменить. Конкретнее не скажете? Это долгий разговор. Для маленькой Хакасии предприятие «Русала» львиная доля бюджета. А сам город Саиногорск, как был 35 лет назад построен одновременно с заводом, так и живет с ним одной неразрывной жизнью. Уровень жизни в Саиногорске, он один из самых высоких в республике Хакасия, так как средняя зарплата в городе Саиногорске самая высокая в республике Хакасия. Вот в этом году она составляет более 22 тысяч рублей. Тут арифметика простая. В городе живет 64 тысячи человек. Из них 6 тысяч работают на заводах «Русала». Плюс их семьи. Итого одна треть Саиногорска напрямую зависит от алюминия. Оставшиеся две трети – инфраструктура. Если на заводе все гладко, то и малый бизнес в Саиногорске процветает. Так что генеральный директор «Русала» тут отец родной, а места, где он бывал – что-то вроде музея. Здесь жил Олег Владимирович, насколько я знаю. Это вот коридор, здесь вот спальня. Вообще, в этой квартире две спальни находятся. В шкафах даже остались вещи, все, что было, чем он пользовался, все как было. Сегодня у мемориальной квартиры большой день. Впервые за много лет тут появился жилец. Вот, кстати, моя первая квартира. Далка закрыта. А потом вы переехали на два этажа выше. Ну да, туда гранату потяжелее забросить. Ну вот тут, в общем, ничего не трогают, ждут, что вы вернетесь в один прекрасный день. Все как раньше. Девятая международная алюминиевая конференция. Париж. 1994 год. Знаешь, по-моему, моя квартира. Мне потом завод продал. Нужно было прописаться в Сен-Агорске. А, то есть это не мемориалы, просто... Да, просто. Мемориалы. Он хоть тут давно не живет, но все-таки неожиданно. У одного из самых крупных бизнесменов России есть вот такая простенькая квартирка. Среднестатистическая кухня, среднестатистический диван напротив телевизора. Все как у всех. Реально, в принципе, что такой человек, как вы, обанкротится полностью, потеряет все и станет просто ну, upper middle, что называется. Ну, я, наверное, нереально. Ну, вообще, это все может быть. Смотри, какие были крахи даже в этот кризис. А вы почему нереально? Не всегда можно пойти и заработать. А что вот этот вот базовый уровень, который не даст разориться ниже какого-то предела, он в чем состоит? Это... Мозги и руки. Все. Понимаешь, страна-то у нас большая, столько не устроено. Но я это очень теоретически говорю. Потому что, понимаете, я свою жизнь начал в хате, где даже горячей воды не был. Не, ну, понятно. Начало жизни. Сейчас-то все-таки... Понимаешь, это очень важно. То есть, ты хорошо понимаешь, так сказать, что жизнь есть жизнь. Есть разные условия. И... То есть, внешне, оно же не самое главное. Все равно все в земле окажемся. В конце концов. Раз уж зашел такой философский разговор. А ради чего стоит зарабатывать деньги? Ради чего стоит зарабатывать миллиарды? Это можно как-то вот определить? Миллиарды незачем. Все равно не сможешь их потратить. Но если у тебя есть какие-то цели, если ты хочешь добиться каких-то успехов для своей компании, создать какой-то проект новый, которого еще не было. То есть, получается, что зарабатывать миллиарды имеет смысл ради того, чтобы заработать новые миллиарды с помощью этих миллиардов? У меня нет миллиардов. то есть, на самом деле, мне, наверное, свободных средств меньше, чем у какого-нибудь регионального директора или там владельца пивоваренного завода. Ну да, много активов. многие путают. Когда там акции, активы, ну там, стоимость операции и, что становится, реальный совокупный доход. У меня там не сумасшедший. Об одной из последних и крупнейших покупок «Русалов» последние месяцы почти ежедневно пишет деловая пресса. Контрольный пакет акций Норильского никеля, огромного и очень прибыльного заполярного комбината, долгие годы принадлежал друзьям Владимиру Потанину и Михаилу Прохорову. Но их дружба и деловое партнерство в конце концов дали трещину. И, как утверждают в пику Потанину, Прохоров продал свой пакет акций, примерно 25%, Дерипаски. Проблема на иску никеля, что он застыл в предыдущем веке и, скажем так, и в прямом и переносном смысле. Так компании могли себе позволить работать в середине 90-х годов. Сейчас компании более прозрачные, более предсказуемые, профессиональные менеджеры. Но планы «Русала» по преобразованию компаний встретили жесткий отпор «Интерроса» Владимира Потанина. Они владеют одинаковыми пакетами акций по 25%, но на июньском собрании акционеров «Интеррос» и дружественный ему менеджмент норникеля сделали так, что люди Потанина заняли 8 кресел в Совете Директоров, а люди «Русала» всего 3. Александр Волошин, номинированный «Русалом» как независимый директор, остался вообще без места. Вот со стороны для человека непосвященного и бизнеса неподраженного это такой ренессанс олигархических войн 90-х. Вот вы с Потаниным схватились намертво и все смотрят, кто победит. Для вас это как? Так же или, наверное, изнутри по-другому? Абсолютно не так. Ну, на риску «Никель» большой потенциал и в данный момент, то есть, если говорить цифрами, то есть, компания стоит порядка 32 миллиардов долларов, но у ней потенциал уже сегодня, при сегодняшнем соотношении мировых цен стоит 50. Результатом войны «Русала» с «Интерросом» стало назначенное на октябрь внеочередное собрание акционеров. Итоги предыдущего «Русала» оспаривает. В 90-е годы ведь много было различных интриг с собраниями акционеров, с акциями, с докумиссиями. Да, сейчас не 90-е годы. То есть, мы в состоянии будем решить эти вопросы в судах. То есть, как сегодня договорились, они должны действовать в письменном виде. Тем более, все, это же не какой-то колхоз или огород. Крупная компания, которая важна для инвесторов. В «Русале» говорят, что дивидендов по акциям «Норникеля» они получили меньше, чем предусматривает соглашение с «Интерросом». Менеджмент предприятия посчитал, что в условиях кризиса и того достаточно. Дивиденды платятся из прибыли. Если прибыли нет, есть кризис, нет кризис, то есть дивиденды не заплатишь. А в частности из «Норникеля» кризиса он гораздо раньше закончился. И это связано было с тем, что цены на никель и медь быстрее восстановились. Допустим, они уже сейчас находятся на том же уровне, как и до кризиса. Сейчас эти алюминия до сих пор находятся на 60%, ну, на 40% ниже от того уровня, который был, так сказать, в середине 2008 года. В последний раз Дерипаска был в Норильске, когда Путин проводил там совещание. Премьер-министр не принял ничью сторону, но ситуация запомнилась не этим. Очередной конфликт вышел накануне совещания, когда самолет Дерипаски пытались не пустить в аэропорт Норильска. Понимаешь, примитивизм. То есть люди, ну, это беда, к сожалению, этой компании. Они реально думают, что есть какой-то спор между личностями. Да, им казалось, наверное, что они будут в тишине и без, скажем так, неприятного моего присутствия докладывать руководству страны. Они будут лучше выглядеть, им будет более комфортно. Дерипаска говорит, что личностных конфликтов в бизнесе вообще мало. Вот и с Чубайсом у него был спор не личностей, а взглядов на реструктуризацию РАО ЕС. Анатолий Борисович, он, создав новую систему, да, он, к сожалению, так сказать, не смог, потому что его перевели на другую работу, так сказать, не смог заняться тем, что инфраструктура, коммерческие договора, правовые все основы, так сказать, будут под эту систему доведены. Была идея, что будет совет рынка, что будет участие потребителей, и сейчас, конечно, все отброшено, сейчас опять начинается концентрация в нескольких госкомпаниях энергетических активов, что я считаю, шаг назад. Все дело в том, что выплавка алюминия одно из самых энергозатратных производств в мире, и бизнес напрямую зависит от тарифов на электроэнергию. А быть в полной зависимости Дерипаска не привык, поэтому сам занялся энергетикой. Совместно с компанией Русгидро Русал строит Богучанский энергометаллургический комплекс. Станция больше 3,5 гигаватт, и завод больше 660 тысяч тонн по мощности, плюс из инвестфонда выделены значительные ресурсы, создается инфраструктура, линии электропередач, дороги, железнодорожные, плюс будет строиться большой цивозобумажный комбинат. Такой масштабный проект по освоению при ангаре, то есть все это зоны, которые находятся выше Красноярска и Иркутской области. Продолжая разговор об энергетических проблемах, вы пострадали сильно от истории Стояно-Шушенской ГЭС? Ну да, это, конечно, катастрофа, которая... очень жалко людей, которые погибли. Уникальная ситуация, которую сейчас даже придумать трудно, чтобы такое количество людей могли погибнуть из-за таких ошибок. То есть компетентность людей, которые на местах крупных витекальных компаний управляют производством, она под серьезным вопросом. мне кажется, коллекционные требования, то есть как экзамены в свое время, наверное, нужно восстановить. Просто не может человек с улицы, не пройдя определенную карьерную историю, так сказать, становиться руководителем крупных каких-то предприятий со сложными процессами. Люди на Саяно-Шушенской ГЭС по этой причине погибли? Я думаю, да. Кроме тех 49 городов, которые полностью зависят от бизнеса Дерипаски, есть один, зависящий лично от Дерипаски. Он тут родился, тут прописан, тут платит налоги, и налоги эти составляют более двух третей районного бюджета. Город называется Уст-Лобинск. Тут практически все построено на деньги Дерипаски. Вот, например, эта церковь. Дерипаска финансировала строительство воскресной школы. Тут и драм-кружок, и кружок по бисероплетению, и хор, уже известный на весь Краснодарский край. На деньги Дерипаски построен этот детский сад для оттубинфицированных детей. Дело в том, что вокруг Уст-Лобинска много колоний, и как следствие, несколько лет назад свирепствовала эпидемия туберкулеза. Олег Владимирович человек государственный. Это я вам говорю, как человек, который всю жизнь проработал в органы государственной власти. Вот. И взгляд у него, подход у него, правда, государственный, чему я постоянно удивляюсь. приехав в свою старую и заново на его деньги отстроенную школу, Олег Дерипаска по-государственному строго спрашивает с директора, почему люди жалуются на низкий уровень образования. Учить стали хуже. Все жалуются. Учить стали мы лучше. Хуже. Ну как здорово, что ты там заехала. Уже ж давно не приезжала. Ничего, как со здоровьем. Хорошо. А вы хулиганом не были? У нас был принципиальный подход. То есть? Мы не проходили мимо беспорядков. К нам пионер-важатая пришла и как-то не смогла разобраться с каким коллективом она имеет. Вот я помню, мы здесь ее связали пионерскими галстуками. А что она такого сделала, что вы ее связали? Ну что-то она пыталась нам читать мораль. Мы же видели, что в общем-то она не верит в то, что говорит. В общем-то мы ее связали и пошли в футбол играть. Вот здесь мы на этом футбольном видишь, сейчас уже заасфальтировано. Тогда у нас был здесь пустырь, мы здесь и рубились. А ваши дети ходят в Россию в школу? Да, в Россию, в Москве, в разные. А в Лондон отправить или в Нью-Йорк куда-нибудь? Ну а зачем? Ну как зачем? Наивный вопрос, зачем? Все отправляют. Мне кажется, что им прекрасно будет в России. Мы же в России живем. Почему не должны жить в Европе или в Америке? Мы должны здесь жить, здесь их. дедушки, бабушки, прадедушки. Как вам удается детям объяснить, что они что-то сами должны? Трудно сказать, удается. Нет, еще мало лет. Семь будет девять. Но посмотрим. Посмотрим, как в армию сходят. Да бросьте, вы не будете отдавать детям в армию. Может быть, что там такое? Мы сходили. Я уверен, что тогда будет не сказать, специальная армия, какой-то будет спецбатальон. Посмотрим. Но в армии должны, ты что? Дерипаска подходит к любимому кабинету физики. Здесь все переоборудовали, опять же, на средства знаменитого ученика. Вообще же, просьба помощи так много, что Дерипаска создал специальный благотворительный фонд. Он называется Вольное дело и в основном финансирует образовательные программы. А вас устраивает российское законодательство в части благотворительности? Нет, его просто нет. То есть, это просто нередакционный доход для многих, скажем так, получателей помощи. То есть, очень тяжело участвовать в программе софинансирования с бюджетами. Бюджетовый конкурс. Поэтому многие, я вижу, многие просто делают как-то так, как называли раньше в сервере. Просто помогают и тоже очень плохо. А взятки приходится давать, чтобы благотворительностью заниматься? Ну, мне вообще противнее взяток. Все-таки, мне кажется, у меня такие возможности, что ко мне за взятками в блядь ли туда подойдет. На деловом языке это называется благотворительная работа в регионах присутствия. В России Дерипаска финансирует школы, детсады, состоит в попечительском совете МГУ, где тоже учился. Выйдя на рынок Азии, он и там материально помог Гонконгскому университету науки и технологий. Господин Дерипаска, мы хотим познакомить вас с нашим русским студентом. Я учусь на мастера науки по литературе. Здесь я начал буквально несколько недель назад. Мне очень нравится. Путь простого студента из Перми по нынешним меркам выглядит необычным. По меркам 20-летней давности такой же необычной казалась карьера студента из Усть-Лобинска. Из маленькой районной школы Дерипаска поступил на физфак МГУ, закончил его с красным дипломом, а потом еще отучился в лондонской школе экономики. Создатель крупнейшей бизнес-империи России, он, приезжая на родину, как-то мягчеет, сам садится за руль и с удовольствием показывает окрестности. Дерипаска решил попробовать свои силы в развитии сельского хозяйства, пока в масштабах одного района. То есть вы скупили здесь всю землю? Не всю, но большой участок начальничный. Большое количество паёв. Ну и, соответственно, мы восстановили эти колхозы, сделали единое объединение, сделали потом территориальную программу, так сказать, провели. Вы восстановили колхозы? Ну, как юридические лица. То есть, так сказать, мы фактически восстановили старую структуру управления. Если появятся фермеры, я им с удовольствием уступлю с земли. То есть, мне моей земли вокруг хутора хватит. Что значит, если появятся фермеры? То есть, если к вам придёт человек и скажет, дайте землю, хочу фермерствовать, вы поделитесь? Конечно. Но только, я так понимаю, не очень они появляются. Не, появляются, есть. А есть воруют, знаешь, сегодня неприятно было, приехал. Здесь воровство, очередной сговор, знаешь, неприятно. А это вот, на ваш взгляд, это в первую очередь проблема людей, ну, персональная такая проблема, или проблема системы? Надо чётко сказать этим коммунистам, которые радуют эту проблему советской власти. То есть, вы хотите сказать, что количество воровства и воров на самых разных уровнях сейчас, это наследие коммунистов? Да. Нет, нет. Наследие коммунизма преследует Дерипаску и в родном районе, где сегодня, по его инициативе, отмечают День города. Вот это вот я не могу никак прекратить. Вы не можете просто у вас же много возможностей, вы не можете просто взять и убрать этот памятник. Вы же не посторонний здесь человек. Ну, хорошо. Люди же должны решать. Олег Дерипаска родился в 1968-м. Его отец рано умер, мать работала в городе, чтобы обеспечить семью. Олег жил с бабушкой на хуторе. В её память он недавно построил вот эту церковь, уменьшенную копию храма Покрована Нерли. Она точно её копирует, да, ну, не считая размера, или она просто похожа? Купол изменён. Есть несколько особенностей. А вот и дом, где Дерипаска жил в детстве. То есть вы здесь дома, а не в Москве? Да. Серьёзно? Ну, конечно. Вы же уехали, в общем, давно. Ну, а какая разница? Вы давно уже московский человек, как это всё представляет. Слушай, ну, мне кажется, я в Сибири прожил уже больше, чем в Москве. А вы вообще к Москве как относитесь? Я? Негативно. Почему? Ну, город бессмыслен. Ну, это город, где делают большие деньги. Ну, так там ты делаешь. Ну, кто делает большие деньги? Ну, безусловно, сфера услуг, всё остальное. То есть мы зарабатываем в регионах. Вы сторонник децентрализации, я правильно понимаю? Безусловно. То есть нужно сделать так, чтобы люди были сами ответственны за свою судьбу. Чем быстрее, тем лучше. Вы демократ по убеждениям? Ну, я за то, чтобы у людей было право выбора. Главное, не выбирать червивые. Ну что, пойдёмте промоем? Зачем? Можно не мыть? Она же чистая. Под дождём. Вот, правильно, правильно, правильно. Полируешь. Вот это она чистая. Да. И вперёд. Всё, можно есть? Да. Ну, всё, вкусно. Хотел продолжить разговор про справедливость и про людей, которые страдают от несправедливости. Вот ситуация с Пикалёва очень яркая. Я даже не буду вопрос задавать, просто объяснить, что вам произошло и почему вы оказались крайними. Пикалёва в русал попал как комплекс, да, уже разделённый. То есть, глинозёмная часть производства крупного старого комплекса после слияния с Суалом. В общем-то, ну и изначально стратегического русалу был не нужен. Ну, в силу, так сказать, объёма. И после этого мы посмотрев, решили подумать о том, как дальше развивать это производство. Принято было решение перед самым кризисом, наверное, за 8 месяцев создание этого цементного производства. Практически это был завод, который обеспечивал строительную отрасль. соответственно, в момент кризиса, да, вот эти вот отношения, которые резко обосрились между поставщиками. Поставщики не были готовы поставлять по новым ценам, мы не были готовы платить старые. То есть, мы фактически видели, что дальнейший производственный процесс, он лишён всякого смысла. То есть, завод терял там каждый год несколько миллионов. Вот. Мы приняли решение об остановке завода. Но это же городообразующее предприятие? Да, часть. Ну, вы предполагали последствия? Нет, мы обсуждали с администрацией области. Были предложены людям рядом рабочие места в Тихвине. Когда же происходит перекрытие дороги? Вы готовились к такому? Нет. Ну, мы вели переговоры, так сказать, в общем-то, да, и, так сказать, у нас был диалог. Ну, слушай, люди же хотят вот этого ажиотажа. Плюс... Какие люди хотят? Ну, которые на этом... Они же не работники. Те, кто перекрывают дороги, они, как правило, не работают. То есть, это уже профсоюзы, такой, знаешь, освобожденный труда, персонал. надо понимать. Тот, кто работает, тот всегда себе найдет работу. Нужно понимать. Но есть люди, которые, скажем так, легко возбудимы и выходят на дороги. Значит, вышли, перекрыли дорогу. А дальше вы просто крайним оказались? Ну, вот в той ситуации с ручкой верните. Нет, никто же не хочет глубоко разбираться. для меня, знаешь, было, как важно, как ты говоришь, так сказать, восстановить справедливость, так сказать, да, цена на закупаемое сырье была снижена. Предприятия, которые были наши потребители, согласились покупать по новым ценам. То есть, была восстановлена минимальная рентабельность цепочки. Предприятие начало работать. А там, кто у кого ручку забирал, или кому она в итоге досталась, какая разница. Сокращения были и на заводе ГАЗ. Он тоже принадлежит Дерипаске. Но тут нашли неожиданный выход. Стали разрабатывать новую модель ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС. Идея была в том, что как только кризис стихнет, люди снова будут покупать машины для малого бизнеса. И тут-то им и предложат новую дешевую ГАЗЕЛЬ. Хотя и старую модель Дерипаска готов защищать перед потребителем. Я просто знаю, знаешь, неприятные примеры, когда была авария этого экспресса питерского, я знаю, что вот эти иномарки, которые были закуплены, переднеприватные, они все не смогли доползти, то единственные машины, которые прошли, то это были ГАЗЕЛЬ. Но опять, нельзя на основе одного случая делать какие-то выводы. Просто это факт. Когда Дерипаска купил ГАЗ, многие думали, что завод начнет собирать только иностранные машины, а все русские бренды канут в историю. Но Дерипаска сохранил не только ГАЗЕЛЬ, но и Волгу. Вот она, переработанный американский Сайдер. Нельзя убивать бренд. Понимаешь? не забываю так сказать, например, что автозаводской район это город. Больше 400 тысяч жителей. И несколько десятков тысяч, которые живут автомобилем. Это молодые люди, уже опытные. И для них будет психологический шок, если Волга перестанет быть Волгой? Я считаю, что в принципе в России должен быть свой автомобиль. Я сейчас пока не вижу ни одного русского проекта, который в состоянии выжить. Выжить поможет и концерн Volkswagen, который уже объявил о планах собирать на ГАЗЕ гольфы и пассаты. На немцев произвела впечатление внедренная Дерипаской производственная система, отчасти позаимствованная в Японии и потому содержащая японские термины, иногда, впрочем, звучащие вполне по-русски. Андон визуальный контроль, Джикода предупреждение проблем, КАЙЗЕН улучшение, ПОКАЙОКИ предотвращение ошибок, МУДА работа, не добавляющая ценности продукту. А вы решили этот термин оставить на российском предпроизводстве? Мы ничего не решали. У нас были опытные в принципе консультанты, и они общались с специалистами, которых мы предложили для обучения, для того, чтобы они помогли нам разобраться с проблемами. Мы говорили, вот у нас такие-то проблемы. Они, общаясь, в конце концов, специалисты на своем языке оставили те термины, которые были ясны обоим сторонам. Канбан, Муда, Джидоку, ряд других. И они прижились. Вы уходите от такой схемы, когда через весь цех кричат «Петрович, у меня кончился этот». Это, скажем, упрощенное. Мы уходим от того, что поставщик, иногда это наше производство заготовительное или внешнее, перестает работать на склад. Он точно знает, сколько потребил в этот день или в этот час, потому что к нему вернулся листок. Он знает, что ему нужно заполнить лутару именно таким количеством материала. И, соответственно, нет этих промежуточных складов, нет этих бессмысленной сортировки или остатков, которые потом не востребованы. А тут прям каждое движение рабочего просчитано? Ну, в процессе да. То есть мы сделали зонирование конвейера, и, соответственно, я считаю, и также, в общем-то, как и я, гордятся и, я думаю, рабочие газы и инженеры производственных составов, то есть, что газовский конвейер один из, не просто один, а, может быть, лучший образец производственных возможностей. Мы никогда не станем думать так, как они жить, как они идут. Нужно понимать, и мы считаем, что мы должны жить свою жизнь. Но, с другой стороны, изучать их инструменты, понимать, как мы можем это использовать для того, чтобы добиться того же самого стабильности по качеству, максимальной производительности. Ведь воровали хорошо на заводе. Да, ужасно. А сейчас как-то? Сейчас тоже, как-то, в семье не без урода попадаются. Но я считаю, что более лояльная, добросовестная атмосфера создана. Люди понимают, что они работают фактически сами на себя. Это наша российская черта. Мы все время стараемся скрывать проблемы. Ты, скрывая проблемы, никогда не решишь. Мы вынуждены это делать в силу, скажем так, такого наследства социализма. Только проблемы, значит, тебя наказывают за это. С другой стороны, начальник должен быть благодарен или руководитель, что проблема выявлена, она устранена и больше не появится. Дерипаске непонятно возмущение тех, кто выступал против госдотации газу. Во-первых, говорит он, не дотации, а реструктуризации кредитов. Во-вторых, это же не Дерипаске лично, а всем работающим в компании. Без внешней помощи людей бы в кризис пришлось бы просто распустить по домам и, возможно, надолго. Это же оценки нет. Никто не хочет сравнить там две автомобильные компании, государственную и частную, что в них происходит. Газ и ВАЗ? Газ и ВАЗ, например. Мне не стыдно, что происходит на газе. Мы можем, перефразируя известную фразу, сказать, что хорошо для газа и для русала, то хорошо для России? И то, что хорошо для Автоваза, и для Газпром, и для любых компаний, средних, которые производят кондитерные изделия. Казачий хор на дне города Усть-Лабинск очередной подарок Дерипаске горожанам. Ему вообще нравится все, что связано с домом. А то, что именно здесь его дом, видно по реакции собак, встречающих Дерипаску не как гостя, а как хозяина. Ого! Чудо зверя! Клубнику, да? Клубничный бурбуль. Это что такое? Что такое? Измена? В Усть-Лабинском районе Дерипаска построил себе хутор. С детства привык жить вдали от города. Тут и конюшни, и скотный двор, и сад, где селекционные яблоки, груши и сливы. Поэтому нужно отработать эту логистику до конца, чтобы человек там условно через полтора часа мог оказаться из центра Москвы в центре Краснодара. Ну и условно полтора часа, ну через два часа. Наладить такое сообщение центра России с югом Дерипаске, возможно, удастся в ближайшие годы. Ему принадлежат авиалинии Кубани и аэропорты Краснодара, Сочи, Геленджика и Анапы. Ну, вам самому понравилось, что получилось в Сочи в итоге? Могу быть и лучше. К сожалению, опять, не мы занимались проектированием, нам достался проект, и фактически мы, знаешь, были в цейтноте для того, чтобы обеспечить все необходимые заявочные процедуры для Олимпиады. Понимаешь, к сожалению, сейчас все рейсы идут через Москву, да? Ты хочешь прилететь из Омска в Краснодар, должен лететь в Москву, чтобы разлетать напрямую между основными городами-миллионниками. То есть все-таки необходима авиакомпания, которая для себя, ну, видит в этом интерес. Поэтому, опять, мы счастливы. А в Олимпиаде будут такой компанией? Сложный проект. Сейчас рассматриваем эту ситуацию со Скайем. Будем пытаться как-то сделать на их базе уже совместную компанию. Почему не у Скайева выбрали? Ну, просто должен перевозчик быть, который, так сказать, ставит перед собой задачу, там, осуществить этот перевозку максимально дешевым образом. Еще Дерипаске принадлежит Самарский авиазавод. Но так как в последнее время авиацией активно занялось государство, частный бизнес остался не у дел. Государство, знаешь, оно объединило все. Ну, мы решили стать участниками государства. Насчезающий малый процесс нам там дадут полпроцента. Да. Дадим вак. Ну, просто государство определило там схему финансирования, что все, весь лизинг. То есть без лизинга невозможно продавать. Фактически вы прощаетесь с этим, Архея. Ну, почему прощаемся, говорим до свидания. День города подошел к кульминации. Специальный гость Никита Михалков закрывает Кубанский кинофестиваль. Стадион заполнен людьми. Позади всех, в длинных тенях, скромно улыбаясь, стоит тот, кто устроил этот праздник. Все равно мы далеко не уедем, если люди не поймут, что предприниматель, человек, который работает в крупной компании, он является строителем. Сейчас уже не коммунизм, а этого капитализма, который позволит изменить жизнь к лучшему. Субтитры создавал DimaTorzok